павел онлайн-канал насколько это важный канал сейчас для азбуки косы очень важный на самом деле ни один ритейлер на текущий момент наверно не может себе позволить не иметь данный канал потому что это максимально удобный комфортный способ покупки на текущий момент для клиента и в целом если не будет онлайн-канал то есть большая вероятность что клиент откажется от этого бренда и возможно уйдет кому-то еще чтобы там закрывать данную миссию потребления а циферками не поделитесь на текущий момент доля онлайна в азбуке 12 половиной процентов если сравнивать с прошлым годом то рост очень существенно начало прошлого года эта цифра была где-то 78 процентов и сейчас достаточно существенно прирастает и динамика роста данного направления очень неплохая и составляет сейчас около 35 процентов а что вы делаете чтобы так расти на самом деле все очень просто у нас уникальный качественный действительно продукт которые мы доставляем и сервис который для нас ставится в углу угла и вы всегда смотрим на клиента на его потребность вовремя принимаем решение относительно именно потребности клиента потому что мы видим что паттерн несколько меняется и мы очень своевременно изменяемся для клиента я подозреваю что наверное львину доля составляет продукции собственного производства и ваши стм или я не права все правильно доля собственного производства на текущий момент 25 процентов то есть четверть бизнеса это наши действительно кулинарии собственное производство и динамика действительно очень хорошая наверное чуть выше чем во многих других категорий категориях на текущий момент наши кулинарии 600 из каю которую мы делаем для наших клиентов потребителей и в целом это наверное стратегическая ключевая категория для нас на текущий момент в котором мы вкладываем наши ресурсы сировала силой фокусируемся на данном направлении но не забываем кроме кулинарии собственное производство в ходе также тортики пирожные и другие направления которые также востребован рынка а вы участвуете скажем в разработке может быть вот когда решаете какая упаковка должна быть для продукта так чтобы они просто красиво на полке стояла еще перенес путешествие с курьером обязательно до недавних пор и не знаю там были действительно некоторые нюансы например с тортами когда мы в магазинах переупаковываем в очень красивую упаковку с окошком розовая такая с бантиком действительно подарочный вариант который приятно кому-то подарить ну и в целом эстетическое удовольствие дополнительно человек получает когда мы перешли в сторону доставки мы поняли что зачастую продукт внутри повреждается поэтому придумали достаточно много нюансов и технологических решений которые позволили нам доставлять качественно данный продукт и сейчас любая упаковка которая производится под новый продукт проходит несколько этапов в том числе оценку возможности доставки курьерами причем как быстрой доставки так и доставки большой курьерские службы там разные несколько разные виды транспортировки мы это все учитывали а сейчас эти говоря про доставку быстрая и вот длинная а как сейчас примерно бьется у вас в любом случае тренд на быструю доставку если говорить о тех же паттернах клиента клиент хочет получить быстро мы видим что чисто частотностью человек повышается по заказам до средний чек несколько снижается это в целом тренд по рынку это нормально и быстрая доставка на текущий момент набирает обороты а если все-таки пять процентов там в каких-то цифрах вот сейчас что и что процентов 60 все-таки и даже больше уже это быстрая доставка в слот меньше и тенденция к уменьшению этого направления а у вас только партнеры или своя тоже есть есть своя доставка есть партнеры мы сотрудничаем мы давно подписали стратегическое партнерство с яндексом с яндекс едой мы продлили его на три года поэтому для нас это огромная воронка огромная клиентская база с которой мы тоже работаем даем доступ этим клиентам к нашему продукту если клиенту удобно покупать там почему нет прикоснувшись нашим продуктом очень часто видим этих клиентов уже у себя в офлайн магазинах что очень здорово также у нас есть собственная доставка с наших уже магазинов здесь уже в основном клиент который чуть больше знаком с нашим продуктом и средний чек у него чуть выше ну и закупка в крок это со складом и доставляем на горизонте несколько дней даже неделю большую корзину она действительно уже все объемливающего закрывает другую совершенно миссию потребления и мы делим для себя их на разные миссии то есть нам важно удовлетворить именно разные миссии потребления про себя мы их называем внутри как онлайн наверное мини-маркет онлайн супермаркет онлайн гипермаркет что в целом если так очень грубо соответствует действительно миссии потребления которые они закрывают в этих форматах а вот доставка что касается радиусы доставки вот важна верная часть клиент там условно летом езжать на дачу там и так далее как-то вот это подстраивать и так что значит далеко возить куда-то готовы большая доставка на текущий момент доставляет почти по всей московской области и иногда пробеги курьеров составляют 150 километров в одну сторону действительно очень широкий охват единственное что мы не даем возможности делать это каждый день это вот несколько дней в неделю чтобы мы могли увеличить плотность заказов и доставлять сразу несколько заказов клиентам по санкт-петербургу также мы доставляем по всей ленинградской области тоже достаточно большие пробеги поэтому клиент имеет доступ к данному товару на очень широкой географии а если вот говорить о такой географии доставок как-то еще планируется расширять может быть какие-то не знаю не гроша пункты выдачи заказов на может быть там какие-то точки где можно откуда-то еще развозить думаю для нас очень важно создать как можно больше точек коммуникации с брендом на различных онлайн площадках поэтому есть его зон фреш и сотрудничаем с яндекс лавкой с другими игроками и представлены в том числе на некоторых маркетплейсов через которые пользователь может дотянуться товара даже из очень отдаленных уголков россии но ассортимент в этих каналов пока все-таки чуть уже чем там сухая полка а собственно производство на там не знаю маркет но и или в яндексиде она есть у вас мы в яндексиде представлены и в зон фреши получается тоже и в зон фреши яндекс лавка понятно а у вас еще есть услуга самовывоза по моему да да конечно услуга самовывоза у нас есть и это кстати один из наверное продуктов которые имеют очень хорошую динамику она превышает динамику развития многих других направлений но тут нужно понимать что еще не полностью сформировано ценностное предложение понятные потребителю а зачем ему этот самовывоз что он там может получить и сейчас мы формируем это знание мы рассказываем об этом сервисе имеем двузначные цифры прироста которые превышают другие направления но тут эффективные базы а есть какой-то таки вот портрет покупателя вы уже сказали что к вам переходит там те кто пользуется яндексом потом приходят к вам узнав о вас там а вот в целом если смотреть допустим на покупателя которые покупают вас оффлайн и онлайн а вот насколько не отличается портрет и кто чаще заказывает структура потребления на самом деле очень схожа если смотреть уже на чек клиента оффлайн и онлайн и мы видим что онлайн это другая миссия мы не смотрим на клиента который который пользуется только оффлайном или онлайн мы понимаем что когда человек идет например на работу у него одна миссия купить завтрак в магазине когда он идет домой возможно у него нет времени ему удобно заказать другая миссия то есть один человек и многогранные миссии и наша задача сейчас закрывать эти миссии то есть структура схожая но для нас важно понимать какие сейчас миссии появляются что важно клиенту и их закрывать вот этим сейчас занимаемся и в основном все миссии которые о которых мы знаем они закрыты и сейчас работаем на теме который формируется ну это можно наверное назвать одним из таких фокусов да на ближайшее время в том числе а что еще что еще на чем будете дальше фокусироваться какие планы на качестве сейчас на качестве доставки и доставки сервиса и в магазинах и в доставке везде то есть для нас важно дать действительно уникальный опыт нашему клиенту с точки зрения не только продукта но и качества сервиса которым мы оказываем здесь есть определенные сложности какие-то мы уже победили какие-то нам еще предстоит победить но это наверное два направления фокусных которые мы сейчас развиваем ну и если из прям нового чего то то можно рассказать про наше битве направление которое сейчас получила дополнительный толчок к развитию и например даже на этой выставке мы представлены с футраком и угощаем посетителей нашим кофе который действительно уникальный потому что мы от зеленого зернышка сами обжариваем и не делаем этот эксклюзивный напиток на свои фабрики в b2b сегменте также мы начали поставки в авиакомпании мы начали работать с игроками хорика мы начали работать с вендоматом с этим рынком и вообще видим большую емкость и потребность в нашем продукте которую сейчас дополнительно даже развиваем то что где-то мощностей еще даже не хватает потребность большая сейчас пытаемся удовлетворить и уже здесь выступить игроком бизнес для бизнеса действительно партнером с нашим качеством с нашим уровнем уникального продукта предоставить его не только в битве сегменте на битве да об этом нам вчера как раз ваш коллега в принципе рассказал достаточно много но напоминать это правильно спасибо большое желаю вам удачи в работе спасибо большое спасибо большое спасибо за просмотр 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 спасибо за просмотр